МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. На возмещение ущерба пострадавшим от паводков потребуется около 160 миллионов тенге. В областном Акимате подвели итоги борьбы с паводками. Не оставили одних. Семье погибшего при взрыве отопительного котла в Шахане выделят квартиру в том же доме, где трудился мужчина. 25-килограммовый торт в честь 25-летия казахстанской полиции. В управлении внутренних дел Караганды провели день открытых дверей. На мероприятие пригласили воспитанников детских домов. В Карагандинской области посчитали предварительный ущерб, нанесенный паводками. По данным комиссии, пострадавшим жителям требуется выплатить компенсации на общую сумму порядка 160 миллионов тенге. В целом, с начала паводков было потоплено 140 жилых домов и 274 двора в 22 населенных пунктах области. Паводки в Карагандинской области стали ежегодной проблемой местных жителей. Ущерб от природной стихии в этом году составил 160 миллионов тенге. Об этом сообщил заместитель Акима Андрей Липунов на аппаратном совещании. В области паводков период завершен. Система стабилизации обстановки с 30 апреля областная территориальная поддержка государственной системы рижанской защиты передавшим в повседневные деятельности. В целом, с начала паводков, потоплений подмируют 140 жилых домов, 274 двора в 22 населенных пунктах области. Чрезвычайная ситуация была объявлена в пяти районах Карагандинской области. Наиболее от паводков пострадал район Бухаржирау. Здесь предстоит компенсировать ущерб на сумму более 112 миллионов тенге. Ну а наименьшая сумма ущерба приходится на Абайский район. Здесь двум пострадавшим предстоит выплатить около 600 тысяч тенге. Регионами области совершила работа по оценке поврежденного имущества техобследовательного мусора в подведении итогов суммы ущерба пострадавших от паводков. По предварительным данным, общая сумма необходима для возмещения ущерба пострадавшим жителям составляет порядка 160 миллионов тенге. Из областного бюджета планируется выделить ориентированность у 48 миллионов тенге и порядка 12 миллионов бюджетов районов. Дороги области также местами были разрушены. За период поводка зафиксированы переливы талых вод на 52 участках автомобильных дорог республиканского и местного значения, протяженность которых составила около 8 километров. Сейчас переливы ликвидированы, движение транспортных средств восстановлено. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области, Ерлан Кушанов встретился с карагандинскими учеными. На встрече подробно обсудили вопросы проблем науки, а также вопросы развития сотрудничества с производством. Глава региона предложил научной интеллигенции внести свой вклад в реализацию программы по модернизации общественного сознания. Аграрные отрасли, животноводство, строительство домов, автомобильных дорог, везде нужна наука. Мы должны вместе двигаться. И предприятия, и прежде всего государственные органы наши, в области, должны усилить связь научной исследовательности. И я надеюсь на вовлеченность в этот процесс. Я, как глава региона, еще раз хочу сказать, готов вместе с вами пойти этот путь. На совещании ученые делились своими идеями, а ректоры местных университетов подробно рассказали о наработках вузов. Карагандинский государственный технический университет готов помочь региону по внедрению цифровых технологий в отрасли промышленности. Карагандинский государственный университет имени Букетова уже в этом году планирует издать три учебника по математике на латинице. Историки этого вуза предложили организовать для гостей Экспо-2017 туры на места археологических раскопок. И, конечно, имея большой опыт работы в сфере языкового образования, сегодня мы сосредоточим нашим усилием на обеспечении поэтапного перехода казахского языка на латинице. Я приведу пример, что если все будет нормально, к одному независимости мы выпустим три учебника по математике, алгебре и информатике для различных специальностей математического профиля на латинском языке, на латинице. Поэтому организация переводческого бюро и ряд других мероприятий, которые направлены на реализацию идей, они предусмотрены в плане. Свою помощь в прогнозировании паводковых ситуаций предложили специалисты в сфере робототехники. На встречи поднимались вопросы реабилитации онкобольных, развития отечественной фармацевтики. Все эти вопросы заслуживают внимания, считая таким области. По некоторым аспектам он поручил организовать отдельную встречу. Для более тесной связи с наукой нужен профильный рабочий орган, полагает глава региона. Я думаю, такой орган давайте мы создадим. Мы продумаем, в какой форме это будет. Это или консультативно совещательный орган, или научно-технический совет. Я не знаю, полномочия какие, но насколько регулярно вы собирались, не собирались, я не знаю. Где-то форму найдем. И будем собираться, и это будет на базе одного из вузов. Каждый раз, не в Акимате, а в следующий раз, наверное, в одном из крупных наших вузов тоже будем собираться. И там определим круг, кого мы будем приглашать. И не только ученые, здесь уже предприятие будем приглашать. По отдельным вопросам, например, по отдельным разработкам, серьезным, крупным. Их тоже, их надо послушать, чтобы здесь. Я готов быть арбитром и между вами лоббировать ваши интересы. Аким области призвал ученых личным примером поддержать программу «Туган-Жер», инициированную главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Можно развивать научное меценатство. Пусть каждый из вас поедет в родную школу, прочитает лекции и организует курс уроков. Обратился Ерлан Кошанов к руководителям вузов и профессорам. Асель Сазанбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Вдова Кочегара с детьми получит жилье, от которого отказались жильцы дома, где произошел взрыв котла. Как сообщили в Акимате поселка Шахан, до конца мая завершится ремонт квартир и начнется заселение нуждающихся. Сейчас вдова с детьми живет в съемной квартире, где нет нормальных условий. Уже к концу мая закончится ремонт квартир, которые выделят нуждающимся. В этот список входит и семья погибшего Кочегара. Многие жильцы пострадавшего дома отказались въезжать в свои квартиры. Фатима призналась, что тоже боится жить в том доме. Но другого варианта нет, сказали ей в Акимате. В начале я хотела отказаться от квартиры, но мне сказали, что не стоит этого делать, ведь нужно думать о детях. Потом подумала, время лечит. И после встречи в Акимате мне сказали, что сообщат, как только закончат ремонт. Показали список очередей за квартирой. На третьем месте стою я. К концу мая завершится ремонт и начнется заселение квартир. Для большей безопасности решили строить единую котельную на улице, заявили в Акимате. На сегодняшний день ведется ремонт квартир. Завершается уже до конца мая месяца они должны закончить. Подъезд уже отремонтировали. Сейчас 10 квартир там осталось. Из 10 квартир 3 в коммунальной собственности находятся. 7 квартир, они сейчас переданы собственниками тех квартир, которые купили квартиры пострадавших. Косвенно пострадавших. Эти квартиры сейчас в фонде, они по Печительскому совете к ним относятся. В настоящее время ремонтируются. До конца мая завершатся работы там ремонтные. После чего будут очередникам выдаваться. В первую очередь детям, сиротам и многодетным семьям. Напомним, что обрушение пятиэтажного жилого дома в поселке Шахан близ Шахтинска произошло в ночь на 2 января. Под завалами погибли 9 человек. Спасены 32-летний мужчина и 11-летняя девочка. Эксперты предположительной причиной разрушения назвали взрыв в помещении котельной. Андрей Тен, Ажар Гибаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде отметили День славянской письменности и их культуры. В эти дни ежегодно в больших и малых городах республики организуются круглые столы, конференции, книжные выставки, конкурсы и викторины. В минувшую пятницу в Театре имени Сакена Сифулина прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов славянских этнокультурных объединений. Виктория Сосновская вместе с танцевальным коллективом «Небеские хабры» исполняла польский танец «Кроковяк». В этом коллективе Виктория занимается около года. Девушка призналась, что рада приглашению на такое мероприятие. Мы с коллективом «Небеские хабры» от Карагандинского польского областного общества Полония очень рады, что мы сегодня здесь выступали. Очень хорошо, что в Казахстане проводятся такие мероприятия, которые объединяют нас. Это действительно было очень хорошо, потому что в мире очень много плохого, а в Казахстане хорошо. В театре имени Сакина Сейфулина состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов славянских этнокультурных объединений. Ежегодно отмечать День славянской письменности стала традицией, заявили организаторы. Целью мероприятия является ознакомление зрителей с историей возникновения славянской письменности, культурой и общностью всех народов славянской языковой группы. Отделом культуры и развития языков города Караганды ежегодно проводится День славянской письменности и культуры. Это мероприятие уже стало ежегодным. Оно проводится с целью ознакомления с историей возникновения славянской письменности и культуры всех народов славянских этносов. Этот день отмечается, начиная с 50-х годов прошлого века, сначала в Болгарии, а затем и в других странах мира. Республика Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, которая при поддержке государственных институтов отмечает этот день. Всех участников наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Андрей Тен, Ажар Гибаева, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. С 2005 года во всем мире во вторую субботу мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Основная цель – довести до широких кругов общественности информации об опасности данного патологического состояния и серьезности его осложнений. По инициативе областного центра формирования здорового образа жизни врачи-кардиологи провели акцию в одном из торговых домов Караганды. Многие люди подвержены стрессовым влиянием в повседневной жизни. Эти факторы способствуют повышению артериального давления, переходу болезни в тяжелую форму. 13 мая отмечался Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Врачи-кардиологи по традиции провели выездную акцию. В Карагандинском ЦУМе каждый желающий мог измерить давление и проконсультироваться со специалистом. Надлежащий контроль за артериальной гипертонией и своевременное обращение за медицинской помощью обеспечивает улучшение состояния здоровья человека нашего города. Мы призываем каждого из вас пройти медицинский скрининг в осмотрах, в поликлиниках, где вы прикреплены, и получить своевременную медицинскую помощь при каких-либо заболеваниях. 15 мая отмечается Международный день семьи. В преддверии этого праздника специалисты областного центра формирования здорового образа жизни посетили родильные дома областного центра. Средства по уходу за новорожденными, буклеты с актуальной информацией и много других полезных вещей подарили врачи центра формирования здорового образа жизни молодым мамам Караганды. 15 мая отмечается Международный день семьи. А главное в каждой семье – это дети. Именно поэтому главными действующими лицами праздника стали молодые мамы. Наша акция была проведена во всех роддомах Карагандинской области, города Сарани, Абаи, Шахтинске, также в регионально-акушерско-гинекологическом центре. 15 мая мы поздравим областной перинатальный центр всех женщин с этим праздником. Поэтому мы по возможности охватили все родильные дома нашей области для того, чтобы еще раз поздравить женщин. И может быть и не все знают, что в этот день отмечается такой замечательный праздник. Праздник семьи, праздник дружбы, праздник уважения, праздник любви. 25-килограммовый торт подарили сиротам карагандинские полицейские. В честь 25-летия казахстанской полиции в Управлении внутренних дел провели день открытых дверей. Воспитанникам детских домов приготовили сразу несколько сюрпризов. Поближе познакомиться со спецификой работы полицейских, подержать в руках настоящее боевое оружие, посидеть в полицейской машине и своими глазами увидеть показательные выступления спецназа. Такую возможность получили воспитанники карагандинского детского дома. 9-летняя воспитанница детского дома Таншолпан Настя Саликова под большим впечатлением. А на вопрос, что понравилось больше всего, не смогла найти ответа. Даже не знаю, мне все тут нравится, потому что это все так необычно. Я желаю вам, чтобы вы всегда ловили преступников, чтобы вы всегда были здоровы и, главное, всегда ловить. Гостей познакомили с работой Центра оперативного управления, им показали изолятор. По мнению руководителей Управления внутренних дел, такая демонстрация дает возможность детям сделать серьезный выбор в отношении своей будущей профессии. Были показаны показательные выступления социального отряда быстрого реагирования, кинологов, как они работают со служебно-розыскными собаками. Надеемся, что нашим детям, нашим гостям понравилось данное мероприятие, чтобы они, значит, в будущем, возможно, выберут профессию полицейского, и у них будет чисто патриотизм. В честь 25-летия образования казахстанской полиции детям вручили 25 воздушных шаров с эмблемой юбилея, которые затем воспитанники детских домов запустили в небо. Для своих почетных гостей полицейские караганды подготовили подарки. Каждый воспитанник получил познавательные игрушки и спортивный инвентарь, мячи, ролики, теннисные ракетки. А главным сюрпризом стал 25-килограммовый бисквитный торт. Дни открытых дверей для сирот и учащихся колледжей и лицеев проводятся во всех подразделениях органов внутренних дел Карагандинской области. Андрей Тенул, Жасгабасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В настоящее время много людей страдает от проблем с позвоночником. На протяжении жизни их сопровождают такие болезни, как гипертония, остеохондроз, артрит, а также инсульты и невыносимые головные боли. Все эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием Атлант. Но сегодня проблема решаема. Медицинский центр Атлант помогает людям избавиться от недугов без оперативного вмешательства. 25 лет назад европейскими учеными был выявлен шокирующий факт. Как оказалось, у 98% людей первый шейный позвонок, который называется Атлант, смещен относительно затылочной кости черепа. Такое смещение Атланта становится причиной заболевания позвоночника. Дефект сопровождается многолетней болью и дискомфортом, а также нарушаются работы органов. Главный симптом, который преследует людей на протяжении жизни, это сильные головные боли, так как из-за смещения пережимаются артерии и сосуды, снабжающие кровью головной мозг. Ну, беспокоило головные боли, давление, головокружение. Меня заносило туда голову подниму, туда принесло, сюда, сюда. Я не могла голову, но меня сносило везде. Ну, инсультант знает, что такое. У меня были смещенные шейные позвонки. Головные боли в руках, мне с левой не так работало. Что у меня было? Легче сказать, чего у меня не было. А было все. И судороги вот в ногах, и не менее в пальцах. Все, и вот ночью сплю, не знаю, куда руку эту положить. Пальцы не имели, не знаю, что делать. Я пришла с очень сильной головной болью, очень частой. Также я вообще не могла поворачивать голову. У меня была проблема именно в левую сторону. Я вообще не могла ни наклонять, ни поворачивать. Вот это вот две основные проблемы мои были. Наиболее частые причины смещения Атланта – это акушерская травма при родах и кесарево сечения. Вот лишь небольшой список болезней, которые проявляются у людей. Это остеохондроз, ухудшение зрения, артрит, разная длина ног, а не менее конечностей, головные боли и мигрени, протрузии и грыжа позвоночника, сколиоз, инсульты и гипертония. В медицинском центре Атлант существует специальная профилактическая программа. Она позволяет определить и устранить, или же уменьшить смещение Атланта относительно черепа при помощи безопасной эффективной методики. Очень часто к нам обращаются с такой патологией, как головная боль, головокружение, боль в шее, не менее в руках, боль в грудном отделе, чаще всего это чувство кола между лопаток, боль в поясничном отделе, отдающая в правую либо левую ногу. И очень часто обращаются детки, у которых есть сколиоз, то есть сколиотические изменения, деформации в виде торчащих лопаток, разной высоты плеч. После процедуры необходим контрольный прием, который проводится не ранее, чем через месяц. Обычно пациенты отмечают улучшение качества жизни. Глобные боли как бы прошли. Головокружение, что я когда ходила, меня качало. Сейчас я забыла про это, даже вот мне сейчас рассказали, я вспомнила, что это было. Вот один раз прошла, первый раз, меня не стало заносить. Я иду спокойно, я голову кручу, я иду прямо, у меня нет, а то я как пьяная была. Головокружение, боли не такие, прошли. Рука начала работать, левая, то я его поднять не мог, а сейчас я подумаю, работает хорошо. Поворачивать голову сразу стало легче. То есть буквально через минуту, как прошла процедура, Патима Адмурадовна поворачивает мне голову и она поворачивается. Это было очень так приятно, скажем так, очень долгое время не могла, а тут вдруг. И головные боли очень уменьшились. Все желающие могут обратиться по адресу Ерубаева, 58, кабинет 4, или же записаться по телефону 8 708 436 5200 365 00. В Караганде состоялся турнир по мини-футболу памяти Нуржана Жекенова. Побороться за звание победителя собрались 8 лучших команд. Организаторы собирают спортсменов со всех уголков карагандинского региона. Главной целью первенства является развитие спорта среди молодежи. В турнире принимали участие команды из ближайших районов и команда Тулпар города Караганды. За игрой подростков следили 6 судей. Как главный куратор футбольного движения мы ставим развитие спорта на первый план. При поступлении предложения организовать турнир мы обратились в управление по развитию спорта и получили поддержку. Все финансовые вопросы друзья Нуржана Жекенова взяли на себя. Всем же остальным занялись мы сами. Турнир организован друзьями Нуржана Жекенова. Организаторы планируют проводить турниры ежегодно, но уже в республиканском масштабе. Сам Нуржан Даутулу окончил школу-интернат номер 2. По словам друзей, очень любил спорт. Играл в футбол, занимался восточными единоборствами. Был кандидатом мастера спорта по боксу и самбо. С согласия родителей мы решили организовать такой турнир. Все это ради того, чтобы подрастающее поколение брало пример со старшего звена и были близки к спорту. В общей численности 80 игроков из 8 команд задействовано в соревнованиях. Планируем дальше продолжать и сделать турнир традиционным. Мать Нуржана Жекенова, выразив огромную благодарность организаторам, отметила, что Нуржан с детства любил спорт и участвовал в разных состязаниях. Он жил спортом. Мне очень приятно, что имя моего сына не забывают. Спасибо его друзьям и товарищам. Они в очередной раз доказали, что человек живет в сердцах людей. Это является примером для подрастающего поколения. За первое место был вручен кубок и 100 тысяч тенге. Денежное вознаграждение также были вручены за второе и третье место. Не забыли и про лучших игроков, которые были отмечены памятными призами. Фаризал Бавл, Жас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Со счетом 1-0 карагандинский футбольный клуб «Шахтер» обыграл уральский «Ахжаек». Единственный гол в матче забил Айдос Таттыбаев. 14 мая на своем поле горняки провели матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги. С самого начала игры команды обменялись острыми атаками. Однако никому не удалось довести их до логического завершения. Первый тайм закончился при нулях на табло. Второй тайм карагандинцы начали с заменой в составе. Вместо Олесио-Алегрии на поле вышел Дауренбек Тажимбетов. На 69-й минуте тренерский штаб произвел последнюю рокировку. На поле вышел нападающий Айдос Таттыбаев. Через 10 минут эта замена принесла успех. Таттыбаев после скидки Даурена Тажимбетова изящным дальним ударом в одно касание добыл победу для своей команды. 1-0 первая домашняя победа «Шахтера». Комментируя результаты встречи наставник горняков не скрывал радости. Какие могут гадать, конечно, очень счастливы в победе. Три очка были. В нашей ситуации каждая очка, но три очка особенно нужны. Первая победа – домашняя победа. Две команды вначале играли осторожно, выполняли установку, пытались поймать соперника где-то на ошибке, где-то на стандартах. У нас были хорошие стандарты, подходы, несколько хороших опасных моментов. В конце дня работа и терпение ознаменовалась успехом. Великолепный гол. Замены сработали. Здорово сыграл в первом тайме, что мог сделать. Олесио отработал свой, вышел за время, вышел. В принципе, план сработал. Очередной матч карагандинские футболисты проведут на выезде. 20 мая в Казаларде «Шахтер» встретится с местным клубом «Кайсар». Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болгстар. Субтитры подогнал «Симон»